В индустриальном районе напротив Ерофея-арены под землю провалился фронтальный погрузчик. И это стало лишь началом истории, финалом которой стало разрушение проезжей части одной из главных городских магистралей. Сотрудник муниципального предприятия «Южное», который управлял 17-тонной машиной, в 12-м часу ночи неспешно ехал вдоль бордюра к улице Флегонтово. Мужчина выполнял рутинную ночную работу, счащал сугробы с края проезжей части. Внезапно погрузчик осел назад и накренился. Никаких трещин или провалов на асфальте впереди водитель не видел. Просто, блин, хлоп и провалился. Вперед ехал, снег толкал и все, и провалился. А удар какой-то был? Не пострадал? Да нет. За рулем тяжелой техники Рашид работает давно, но в подобную передрягу попал впервые. Яма глубиной 3 метра могла наполовину поглотить фронтальный погрузчик. Но шантуй зацепился днищем за край и замер. Задними колесами внизу, а передними в десятки сантиметров над дорогой. Осмотрев провал, работники пришли к выводу, что машина угодила в ловушку, подготовленную водной стихией. Пустота под проезжей частью – настоящая пещера, и по объему она гораздо больше, чем кажется сверху. Потому что яма сюда уходит, и туда вот. Да, вы только близко не подходите. Поэтому, видите. А, так она еще больше? Конечно. Тут можно провалиться? Конечно. Вода вымывала грунт под Павла Морозова, по всей видимости, еще с прошлого года. Появилась так называемая линза – подземная пустота со сводом сферической формы. Пока в городе стояли минусовые температуры, потолок пещеры был достаточно крепок. После того, как земля начала подтаивать и осыпаться, прочность свода ослабла. Русло подземной реки пролегало перпендикулярно направлению движения транспорта. Как раз в этом месте Павла Морозова пересекает подземная коммуникация – трубопровод. Он был уложен еще осенью прошлого года в ходе строительства гипермаркета строительных товаров. Вероятно, труба, уложенная под дорогу бестраншейным методом, стала своего рода рулем, который направил грунтовые воды от возводимого магазина в сторону Ерофей-арены. По визуальной оценке промытый грот протянулся от тротуара ровно до середины проезжей части. Чтобы машины не выезжали на уцелевший асфальт, под которым находится пещера, пришлось перегородить улицу Павла Морозова забором наполовину. Движение вокруг аварийного участка было организовано по встречной полосе. Этим еще затемно озаботились сотрудники ДПС. Восстановительные работы начались почти сразу. На месте событий за ними наблюдали представители мэрии. Судя по тому, что подрядная организация, задействованная в ликвидации ЧП, была нанята за счет хозяев строящегося магазина, ответ на вопрос о том, кто допустил ошибку при проектировании или укладке трубы, становится понятным. С места происшествия Мария Склярова, Михаил Сергеев и Павел Рогатин.